Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами слышали аж три евангельских чтения. Воскресное чтение было посвящено воскрешению сына Наинской льдовы. Мы с вами слышали о том, как Господь, окруженный своими учениками и многими любопытствующими, приходит в город Наин и видит скорбную процессию, которая несет мертвое тело, тело какого-то юноши, наверное, или мальчика, не очень понятен возраст, единственного сына некой вдовы. И мы понимаем с вами, что это большая трагедия, потому что в смерть близкого человека вообще всегда есть некая тяжесть, даже и не только близкого, но и далекого человека. Но надо понимать, что на Востоке, тем более в то время, сын, вдовы, это единственная надежда этой женщины на то, чтобы как-то благополучно провести старость, потому что по немощам нашим люди, когда приходят в определенный возраст, уже не могут как-то за собой следить. И поэтому вообще на Востоке рождение, потомство, это еще и такой способ, способ, что ли, обеспечить себе старость, чтобы не быть совсем в тяжелом положении. И вот мы с вами видим, что вот эта женщина хоронит своего единственного сына. И это означает, что как раз ей предстоит такая тяжелая доля, доля, когда она будет уже в пожилом возрасте. Господь, Иисус Христос, несмотря на то, что Он Бог, но Он снисходит каждому человеку, собственно говоря, как и положено Богу. И поэтому Он милосердует и заботится о каждом человеке, не только о человечестве в целом, но о каждом человеке в отдельности. И поэтому Он, видя вот эту беду, подходит, касается Адра и говорит, юноша тебе глаголю «восстание». И восстает, то есть воскресает этот самый юноша, и все удивляются этому чуду, этому удивительному событию, и говорят о том, что великий пророк восстал, и что Бог посетил народ свой. Последние слова этого евангельского чтения как нельзя лучше объясняют вообще всю эту ситуацию, что Бог посетил народ не только тем, что совершилось это чудо, но и Он сам лично, телесно даже, присутствует среди остальных людей. Вот это чтение, которое нам говорит, во-первых, о силе Божией, во-вторых, о Его милосердии, оно невольно нас, конечно, еще относит к главному событию нашей человеческой истории, к воскресению Христову. Потому что точно так же, как воскресение Лазаря, было таким предуведомлением всего народа о том, что должно совершиться само воскресение Спасителя Иисуса Христа. Точно так же и воскресение Наинской вдовы, сына Наинской вдовы, это есть то событие, которое предвосхищает это будущее воскресение Спасителя, а следовательно и воскресение всех нас, всех людей, живущих на земле. Вот интересно, что вот эта благая весть, евангельская, она иногда очень причудливым образом преломляется в истории человечества. Вот вопрос о всеобщем воскресении, он иногда является таким дискуссионным вопросом в некоторых кругах, которые, ну, по крайней мере, критически относятся к евангельской истории, к евангельскому повествованию. Вот, например, может быть, вам приходилось слышать такие слова от некоторых людей. Ну, вот если воскресение будет, то где же все уместятся на земле? На земле и так уже места мало стало, да, потому что уже те, кто сейчас живут, и так испытывают довольно большие проблемы. А если воскреснуть все люди, а это по подсчетам некоторых историков, это где-то там порядком ста миллиардов людей, да, где все эти люди разместятся на земле, говорят эти критики евангелия. Но тут есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ – это тот, который имеем мы, христиане, любящие Бога, верящие в Спасителя, в Творца этого мира. Мы понимаем, что воскресение – это будет не просто какое-то… не такое воскресение, как, например, сына наинской вдовы, когда ничего, в общем-то, не меняется в окружающем мире. Нет, мы верим в то, что будет новый мир, новая жизнь, новая земля и новое небо. И вот в этой новизне и заключается ответ, что Господь, который своим словом сотворил небо и землю, и все, что наполняет этот мир, естественно, что для Него нет никакого препятствия для того, чтобы создать такие условия для всех воскресших, причем воскресших, как мы понимаем, телесно, что это будет для всех величайшее благо и не будет никакого стеснения в нашей жизни. Тем более, что главное в этой жизни будет радость, любовь, отсутствие страдания, смерти. Так что это будет совершенно особое житие. Но это вот ответ наш, христианский. Вот я невольно сейчас вспоминаю еще одну историю, просто не так давно в школах был такой урок, я так понимаю, что во всех, наверное, школах, посвященный космонавтике, посвященный Циолковскому, ну и вообще, так сказать, развитию космонавтики и, конечно, роли Советского Союза в этом процессе. Первый спутник, первый человек в космосе. Ну, не знаю, знаете ли вы или нет, но на самом деле развитие космоса, как это ни удивительно, напрямую связано, развитие космических технологий, лучше сказать, напрямую связано с евангельской историей. Почему? Потому что вот как раз второй ответ на вопрос, как же люди разместятся все на земле, он некоторых, ну, может быть, не столь твердых вере, но все равно очень умных людей, сподвигло на то, чтобы задуматься, а как же на самом деле действительно людям разместиться на земле, если все воскреснут. Был такой библиотекарь Румянцевского музея Николай Федоров, который, он был библиотекарем, но одновременно он явился основателем удивительного направления философского, русского космизма. И вот он как раз задался этим вопросом, у него было много идей, которые очень, кстати говоря, близки современной нашей действительности, идеи, связанных с экологией, потому что, естественно, где эти люди разместятся, какие будут экологические проблемы на земле. Вот. И, ну, удивительно то, что его учеником был как раз Константин Эдуардович Циолковский, который не столько уже стал философствовать, сколько стал, как настоящий ученый, думать о том, куда же нам разместить такое количество воскресших людей. Тем более, что у Федорова была еще идея, что это воскресение будет обеспечено даже не Богом, о людьми, ну, вроде как, типа, современного клонирования, да, то есть, когда возьмут какие-то там останки и воскресят этих людей. Конечно, это совершенно не христианские идеи, но что было, то было. Тем более, что, в общем-то, эти мыслители, они тоже себя мыслили христианами, хотя, как бы, и не очень твердыми, скажем так. Так вот, Циолковский, как раз, будучи учеником Николая Федорова, он как раз и подумал о том, что надо, наверное, изобрести какое-то устройство, которое позволит людям расселиться не только на Земле, но и на других планетах, да. И отсюда, как итог его размышлений, была вот идея о космическом аппарате, о ракете, которая сможет преодолеть земное притяжение и вот этих воскресших людей развести по всей Вселенной. Ну, а дальше уже, как мы понимаем, от Циолковского один шаг до Королева, а от Королева один шаг до Гагарина. Так что мы с вами видим, как вот странным образом иногда сугубо религиозные идеи способствуют развитию самых современных технологий. Может быть, так сказать, это непрямое следствие, но во всяком случае, вот Евангелие, как мы видим, вывело человека в космос. Так, немножко, если утрировать, конечно, всю эту историю, вот, но мы с вами должны, конечно, помнить, что как бы ни были развиты космические технологии, какие бы там экзопланеты не открывала современная астрономия, какие бы там идеи не были по поводу распространения в космосе человечества, надо помнить, что все-таки для верующего человека ответ очевиден, что Господь, любящий свое творение, тем более любящий человека, конечно же, обеспечит нам то бытие, которое достойно всякого человека, а именно бытие с Богом, бытие без страдания, без болезни, без смерти. И поэтому вот сегодняшнее чтение у Наинской, Синина и Наинской Водовы, это как бы нам указание на то, что надо прежде всего, конечно, не на космические технологии уповать, думая о будущем человечества, а прежде всего думать о том, как Господь, любящий свое творение, обеспечит нам эту будущую жизнь. Христос воскресе! Христос воскресе!